Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Тазрия. После закона в ритуальной нечистоты, вызванной контактом с остатками животных, например, Тора, объясняет аналогичные понятия, но уже относительно к нечистоте людей. Первая тема – это процесс очищения рожениц. Ей велено принести жертвы в храм через определенное число дней после родов. Затем, дорогие друзья, рассматриваются кожные поражения цараат, сходные по внешним признакам с обычной проказы. Этот сверхъестественный недуг поражал людей, и их одежду, и даже дома – наказание за моральные прегрешения. При проявлении первых изменений на коже, Куэн определял, идет ли речь о цараат или о дерматологическом заболевании. Куэн изолировал просадравшего на одну неделю. Если признаки болезни не менялись, карантин продлевался еще на одну неделю, после чего Куэн определял статус человека – чист или нечист. Человек с подтвержденным диагнозом цараат должен был распороть свои одежды, отрастить волосы и заявлять, крича повсюду – нечист, нечист. Ему запрещалось поддерживать, так сказать, нормальные отношения с людьми. Надо также отметить, что в этот шаббат наряду с недельной главой Тазрия мы будем читать дополнительный отрывок из Торы – «Парашат Агаходиш» – «Главу о месяце». Она получила такое название, потому что начинается со слов «этот месяц для вас» – «глава месяцев». Первый он у вас из месяцев года – шмот 12.2. Почему же эта заповедь настолько важна, что она была дана первой? Давайте попробуем разобраться. В Григорианском календаре за основу взят цикл обращения Земли вокруг Солнца длиной 365,25-25 суток. Год делится на 12 месяцев продолжительностью от 28 до 31 дня. Годы бывают высокосные и невысокосные. Еще один вид календаря – это мусульманский. Год в нем состоит из 12 лунных месяцев, состоящих по 29 или 30 дней. Лунный год содержит около 354 дня и по этой причине каждый год теряет 11 дней в сравнении с солнечным годом. За каждые 33 года так теряется один полный год. Это мусульманская картина и с другими праздниками. А теперь обратимся к нашему календарю. Он является лунно-солнечным. Благодаря этому, каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу Луны. Месяцы начинаются только в Новолуния, Рошхойдеш, как и в Рожошана, Новый год. Пейсах всегда празднуется 15-го Ниссана, а Йом-Кипур – 10-й день этого 7-го месяца, месяц Тишрей, Вайкра 23-27. Итак, в основе нашего календаря лежит смена фаз Луны, но он учитывает также и движение Земли вокруг Солнца. Почему это настолько важно? Что это была первая заповедь, которую Бог дал сынам Израиля после выхода из Египта. Солнце и Луна символизируют отношения между Всевышним и нашим народом. Творец символизирует, конечно же, Солнце, а наш народ – Луну. Солнце освещает Луну, сама Луна не имеет собственного света, она лишь отражает солнечный свет. Тем светом, что Луна получает от Солнца, она освещает нашу Землю. Так и каждый из нас. Его предназначение быть зеркалом, отражающим божественный свет. Поэтому он должен находиться в состоянии духовного равновесия на прямой линии со Всевышним, чтобы он мог получать этот свет. Как сказано, ибо Бог всесильный есть Солнце и Щит. Солнце и Луна не только символизируют связь между нашим народом и Творцом, но и отношения между мужем и женой. Мужчина – это Солнце, дающее свет, а женщина – это Луна, принимающая свет. И для того, чтобы Солнце и Луна могли действовать вместе, сначала они должны осознать, что они разные. Изначально и Солнце и Луна обладали равными силами. В Медраше упоминается беседа Всевышнего и Луны, в результате которой это соотношение изменилось. «Владыка Вселенной, – сказала Луна, – могут ли два царя, Солнце и Луна, делить одну корону?» И ответил Творец, «Иди и стань меньше». Луна сжалась и стала меньше. На иврите слово «лехи» – «иди» указывает на постепенный рост и продвижение вперед. «Продолжай идти и расти», – сказал Всевышний Луне. В этом и заключается важный урок для нас. Несмотря на то, что свет Всевышнего постоянно излучается на землю, наша задача заключается в том, чтобы отражать внутренний сокровенный цвет Творца. По аналогии с луной фазе убывания человек, казалось бы, люди должны были исчезнуть в изгнании, но это убывание – лишь предвестник нового, сущного света, который будет светить через нас. Когда ущемлены интересы моего эго, и я чувствую себя последним неудачником, я стараюсь помнить о том, что такой спад является одним из этапов процесса роста и возрождения. Смотрите на Луну, и вы поймете, что это скромность. Это предвестник начала совершенно нового этапа. Этого я нам всем и желаю. Обновления. Браха воцлаха. Много сил. Будьте здоровы. Мира нам всем. Шалом. Ваш Равин. Кабло.